Министры экономики и финансов Евросоюза заключили соглашение о реформе бюджетных правил Блока. Она призвана обновить созданный в конце 90-х годов Пакт стабильности, который требует, чтобы дефицит государственного бюджета каждой страны не превышал 3% ВВП, а ее долг 60%. За чрезмерные расходы и заимствования полагались штрафы и другие санкции. Из-за этого некоторым странам было трудно изыскать деньги на восстановление после нашествия коронавируса. Теперь такие ограничения предполагается изменить. Переговоры были долгими и трудными, особенно между Берлином и Парижем. Первый настаивал на автоматических гарантиях снижения уровня задолженности, а второй выступал за большую гибкость, чтобы имелось достаточно средств для расходов в стратегических областях. Тогда Брюссель предложил, чтобы все столицы представили собственные планы перестройки своих финансов на как минимум четырехлетний период с целью обеспечить устойчивость своего долга. Во вторник Германии и Франция нашли компромисс. Это открыло в среду вечером 27 странам-членам ЕС путь к заключению предварительной сделки по принятию новых правил. Все это на один шаг приблизило капитальный ремонт. Финансов Евросоюза к успешному завершению. Однако, по мнению эксперта, бюджетная реформа неблагоприятствует цифровым и зелёным инвестициям, за увеличение которых ратуют защитники окружающей среды, многие правительства и общественность. ЕС, которым приходится расходовать больше на оборону, могут избежать наказания, если допустят чрезмерный дефицит, а странам, которые много тратят на социальные службы, помогут свести концы с концами.